который интерпретируется точно так же, как и табличка с косоугольным вращением. У нас две таблички, которые мы можем сравнивать между собой, и которые в нашем случае очень похожи по своему качеству. Но бывает так, что нужно сравнить много табличек, и интерпретировать каждую из них, например, 10 табличек, интерпретировать каждую из них, и потом сравнивать интерпретации, это очень сложно. Просто 10 вариантов интерпретации не поместятся одновременно в мозге человека. Поэтому я предлагаю несложный инструмент для предварительного отбора табличек по формальному основанию. Это называемая мной оценка контрастности. Вот эти расчеты относятся к оценке контрастности. Сначала мы берем по абсолютному значению, по модулю нагрузки. Затем мы берем максимум по каждой строчке. Идея очень простая. Если в строчке распределение контрастное, значит максимум для этой строчки будет равен сумме для этой строчки. Если не контрастная, то разница будет достаточно большая. Поэтому мы и берем эту разницу. Чем ближе эта разница к нулю, тем более контрастна строчка. Дальше мы суммируем по всем строчкам суммы. В принципе, есть смысл и усреднять эти величины, если мы имеем дело с табличками, в которых разное число строк. Итак, чем меньше вот эта величина, тем ближе наши строчки к контрастности. То есть, тем лучше интерпретация. Мы видим, что здесь Varimax выигрывает у Promax. То есть, ортогональное вращение выигрывает у косоугольного. Совсем не сильно выигрывает. И мы в данном случае, когда сравним две таблицы, не обращали бы внимания на этот критерий. Но если бы у нас было бы много таблиц, то мы бы отобрали бы несколько таблиц с лучшей контрастностью. В нашем случае мы останавливаемся на ортогональном вращении, потому что у нас есть в дальнейшем в планах кластеризация респондентов по нашим трех.